Всем привет! Мы с вами сейчас находимся на сайте, который называется уровень инфляции. Сегодняшнее видео будет про инфляцию. Я знаю, что вы уже про нее много чего знаете, много чего слышали, но поверьте, сегодня будет много важной информации. Это будет короткое видео с конкретными прикладными инструментами. Мы с вами сегодня будем пользоваться калькуляторами инфляции и будем с вами понимать дальше, исходя из той инфляции, какая есть, какую доходность мы с вами должны получать, какие финансовые цели себе ставить и, конечно же, разберемся с тем, почему вы беднеете. Да, каждый год большинство людей беднеют. Вообще, очень частая вещь, которая происходит, это ко мне приходят люди и говорят, вот я вроде бы коплю, откладываю, траты я свои фиксирую, лишнего вообще ничего не покупаю, а денег у меня все меньше и меньше становится, и я как будто бы могу позволить себе все меньше и меньше разных благ. И это на самом деле не как будто, а связано с тем, что ваши доходы, они просто не растут на уровень инфляции. И давайте с вами посмотрим вообще, насколько должны были вырасти бы ваши доходы. Вот возьмем, давайте инфляцию за 10 лет, с 2013 года возьмем с ноября по ноябрь, с 2013 по 2023 год. И посмотрим на 1000 рублей, то есть вот то, что мы могли купить на 1000 рублей в 2013 году, что у нас с вами сейчас на самом деле. И мы рассчитываем, и получается, что чтобы купить все те же самые товары и услуги, которые у нас были в 2013 году на 1000 рублей, в 2023 году нам нужно потратить на это практически 2000 рублей. И здесь возникает вопрос номер один. Вспомните вашу зарплату в 2013 году, какая она была примерно и какая она у вас сейчас. Вот ваша зарплата, она выросла в два раза за эти 10 лет или нет? Большинство людей, кто сейчас 40+, скажут, на самом деле нет, она у меня в два раза точно не выросла. Кому сейчас 30-35 лет, кто в 2013 году был только в начале своего карьерного пути, конечно же сейчас скажут, да, у меня выросла и на 100, и возможно на 200%. Ну потому что вы были студентом, который зарабатывал в условном Макдональдсе или листовки раздавал, или стажером вы где-то работали, а сейчас вы, естественно, уже к 30 годам добились какого-то успеха в своей области, в которой вы дальше развиваетесь. Но задайте себе теперь вопрос, а со следующие 10 лет моя зарплата на 100% вырастет? Вы задайте его себе объективно, а есть ли в вашей сфере, в той профессии, в которой вы сейчас находитесь, возможности для того, чтобы увеличить ваш доход в два раза? Если вы увеличите за 10 лет ваш доход в два раза, то вы просто будете на том же самом уровне дохода, на котором вы находитесь сейчас. Вот это очень важная мысль, которую нужно себе просто зафиксировать и принять ее, что когда ваши доходы растут на инфляцию, вы не зарабатываете больше, вы продолжаете зарабатывать столько же. Если вы в 2013 году зарабатывали 50 тысяч рублей, а сейчас вы зарабатываете 100 тысяч рублей, нам в голове кажется, что я зарабатываю больше, я раньше зарабатывал 50, а теперь 100, вот какой я молодец. Нет, вы больше не зарабатываете. Вы зарабатываете столько же, сколько вы могли купить на 50 тысяч в 2013, столько же вы можете купить теперь, но на 100 тысяч в 2023. Если вы в 2033 будете зарабатывать 200 тысяч рублей, то это не значит, что ваши доходы выросли, что я вот зарабатывал 100, а теперь 200, вот как я двигаюсь по карьерной лестнице. Нет, вы можете себе позволить купить в 1933 году столько же, сколько могли позволить в 2023. Поэтому мы с вами должны вообще выстраивать себе карьерные планы и постоянно сверяться с тем вообще в моей профессии реальный рост моих доходов, он может быть или просто меня будут там мои работодатели, или я там сам как предприниматель буду увеличивать мои доходы только на инфляцию. Следующий момент, очень важный. Большинство людей думают, что обязательство по росту и индексации дохода сотрудников лежит только на госкомпаниях и на бюджетниках. Это не так. По закону работодатель обязан вам делать индексацию. И это конкретно прописано в трудовом кодексе. Он должен делать так, чтобы ваш реальный уровень дохода оставался как минимум прежним. И здесь я хочу, чтобы вы не путали понятие индексации зарплаты, которую вам делают на инфляцию, которая есть на сегодняшний день, и вы не путали повышение вашей зарплаты. Потому что очень многие, когда с ними общаешься, когда тебе последний раз повышали зарплату, ой, но мне в этом году на 10% целых повысили. Я говорю, подожди, повысили или проиндексировали? Потому что инфляция на самом деле, она далеко не 10%. И здесь мы с вами сейчас, естественно, смотрим на инфляцию, которую публикует Росстат. Но есть статистическая инфляция, и ее проблема в том, что она для нас будет недостоверна на 100%. Я вам сейчас объясню почему. Потому что Росстат, он каждый год измеряет статистику по ценам на аналогичные или такие же товары. Ну, например, у вас есть какие-то новые наушники, вот есть новые AirPods, которые сейчас там стоят 50 тысяч рублей, условно. Дальше, Росстат их, допустим, внес себе в список товаров, за которыми он следит. Дальше, в следующем году эти же самые AirPods на самом деле будут стоить уже не 50 тысяч, а они будут стоить 40 тысяч. Почему? Потому что вышли AirPods 5, новая модель. И теперь новая модель стоит 60, а эта более старая. Модель уже стоит дешевле, а Росстат продолжает смерить условно по этой более старой модели. Зачастую это один из факторов, который влияет в том числе на вот эту статистическую инфляцию. К ней нужно относиться просто как к определенному показателю, к статистике, которую нельзя использовать просто как голую статистику. Голая статистика, она для нас без определенной аналитики и понимания, как эта статистика берется, она для нас ничего не несет на самом деле. Вот есть статистическая инфляция, а есть ваша реальная инфляция. Ваша реальная инфляция, она может сильно изменяться. И сейчас все видят, да, там рост цен на яйца. Был дефицит бензина в ряде регионов и так далее. Мы видим там рост цен на просто перевозки. Из-за этого удорожание происходит в других категориях товара. Реальная инфляция, вот я по себе могу сказать, она не меньше 30%. Вот у меня лично, потому что в моей корзине потребления есть очень большой процент товаров, которые являются импортными, то есть они привозятся. Соответственно, в этих товарах есть высокая доля валютной себестоимости. Вообще практически в любых товарах есть высокая доля валютной себестоимости. Если вы посмотрите вот так вокруг себя, то вы увидите, что в Made in Russia у вас достаточно мало каких-то конкретных товаров, которые вас окружают. На самом деле, даже если вы смотрите на луховицкие огурцы, то вы должны понимать, что сбор этих огурцов, опыление, орошение и много каких-то технологических процессов происходит на импортном оборудовании, в котором нужно иметь для него импортные запчасти. И то есть даже в условных луховицких огурцах, которые, ну что может быть еще более нашей российской, чем луховицкие огурцы, есть доля валютной составляющей. Естественно, при росте курса доллара плюс условия того, что параллельный импорт, он сейчас усложняет все логистические процессы. Естественно, удорожание этих всех процессов происходит, плюс курс доллара растет. Все, что у нас с вами есть в нашей корзине потребления импортное, оно дорожает. Это тоже не учитывается Росстатом. Поэтому вы должны для себя вообще понять, какой реальный уровень вашей инфляции и принять, что ну меньше 20%, мало у кого сейчас, у людей, которые не живут там с учетом того, что у них половина их потребления покрывается там натуральным хозяйством, в деревне они не свою корову доют и не свои огурцы дальше едят и помидорки, то у вас будет ваша реальная инфляция порядка 20%. Вот если ваши доходы не растут на эту инфляцию, то вы беднеете. То есть вы каждый год можете позволить себе меньше, меньше и меньше. И как бы вы не экономили, как бы вы пристально не записывали все ваши расходы, вы будете зарабатывать каждый раз меньше и меньше и тратить, соответственно, меньше и меньше. Это просто нужно себе принять. Следующий момент. Когда мы говорим с вами вообще про рост доходов потенциальный и ваши расходы и доходы, я всегда вам предлагаю концентрироваться, моим ученикам это рассказываю. Не концентрируйтесь на ваших расходах, потому что снизить расходы мы можем на ограниченную очень на самом деле сумму. Вот у вас там зарплата 100 тысяч рублей, вот вы можете взять и ужаться в ваших расходах, допустим, до 50 тысяч. Вот это будет коммуналка, это просто будет еда, это просто будет какой-то там проездной и может быть чуть-чуть одежды вот сюда войдет, в эти 50 тысяч. Все. Ниже вы просто опуститься уже не можете. Ниже вы тогда за коммуналку не заплатите. Получается, что вот вы там тратите 90 тысяч сейчас в месяц, вот можете оптимизироваться до 50. Все. Это в самом лучшем случае. Вы будете очень несчастным человеком, который за каждую чашечку кофе, выпитую на улице, потом себя дальше корит. Куда нужно смотреть? Нужно смотреть не в ваши расходы, а в ваши доходы, потому что рост доходов на самом деле не ограничен. Вы можете двигаться из профессии в профессию, вы можете менять сферу вашей работы, вы можете повышать стоимость вашего часа, вы можете проходить обучение, повышать вашу квалификацию и постоянно-постоянно расти в вашем доходе. Значит, что мы для себя запоминаем? Первое. Мы смотрим инфляцию. Вот возьмите, пожалуйста, прямо этот сайт, мы его в описании приложим. Вы смотрите инфляцию за последний какой-то промежуток времени, когда вы работаете, смотрите ваши доходы, они выросли на инфляцию. Ну, откройте себе условно там инфляцию не с 2013 года, но лучше ее смотреть на длинных промежутках, а там откройте с 2018 года. И увидите, значит, инфляция составила там 40 с лишним процентов получается. И все, вы посмотрите для себя, мои доходы выросли на 40% или нет. Если выросли, окей, хорошо, вы хотя бы остались при своих. Если выросли там на 60%, значит, вы чуть-чуть больше заработали, но не глобально. И не обманывайте свой мозг, потому что вы-то думаете, что я там уже вон насколько больше я начал зарабатывать. А на самом деле это не так. Вы зарабатываете чуть-чуть больше, а тратить хотите, как будто бы вы начали зарабатывать реально там на 60% условно больше вашего реального дохода, реальных денег, которые вы можете пойти сейчас и потратить. Нет, это на самом деле не так. Вот здесь, пожалуйста, перестаньте обманывать свой мозг. Следующий важный момент. Почему вы не можете прийти к финансовым целям вашим каким-то? Опять инфляция. Очень многие люди не учитывают инфляцию в ваших финансовых целях. Вы хотите накопить ребенка на обучение, на квартиру, на машину, и вы копите 3 года, 5-10 лет. И вот за 10 лет ваша квартира, на которую вы хотите накопить, она просто подорожала на инфляцию, а вы все так же копите себе ту цифру, которую поставили себе в голове когда-то давно, когда посмотрели стоимость квартиры. Поэтому мы всегда учитываем на инфляцию в наших целях финансовых. То есть мы берем и делаем дисконтирование на инфляцию. То есть мы учитываем, просчитываем будущую стоимость денег. Сколько моя финансовая цель будет стоить в будущем. Следующий момент, который вы должны для себя учесть, это рост ваших реальных доходов. Вы должны для себя сейчас понять, как я буду наращивать мои доходы, чтобы они росли еще на уровень инфляции, и у меня была дельта сверху, чтобы мои доходы, они всегда увеличивались. То есть вы должны поставить себе цель наращивать ваши доходы каждый год на 25-30%, допустим, процентов. Естественно, вратить доходы вот так вот линейно на самом деле невозможно. Это примерно такими скачками происходит. Раз, выросли, раз, выросли и так далее. Но у вас должен быть какой-то карьерный план. И, конечно же, подойдите к вашему работодателю и тонко ему намекните, скажите, работодатель, а как бы мне вот хотя бы на инфляцию увеличить мои доходы хочется уже и повышения, и индексацию моей зарплаты. И когда вам работодатель вдруг что-то проиндексирует и будет говорить, ну как же, вот у тебя в прошлом году было повышение, вы имеете полное право сказать, нет, это не повышение, повышение это ваша святая обязанность повышать мне зарплату на инфляцию, то есть просто ее индексировать. А вот повышение это когда вы мне реально увеличиваете дальше количество денег, которые у меня оседают в моем кармане. Здесь, конечно же, кто-то вам может сказать, мы не бюджетники, мы этого делать не обязаны, но вы должны для себя понять, вам хочется выстраивать отношения с работодателем, который не заботится о росте доходов своих сотрудников. Если вам работодатель говорит, ой, повышать я не могу вам зарплату, у нас тут клиентов больше, знаете ли, не стало, то получается, что это бизнес, который как бы не развивается. Бизнес не развивается, вы хотите развиваться в компании, которая не развивается, нужно куда-то двигаться. Я понимаю, что очень часто сложно с вашего там насиженного места уходить, коллектив хороший, и там до дома вроде как недалеко, и вот уже все привыкло, а там где-то неизвестность какая-то, все это сложно, но вы либо хотите развиваться и перспективой, и рост доходов, и в целом работать там в коллективе с начальником, с руководителем, который думает о людях, хочет, чтобы цель бизнеса, она в том числе в том, чтобы люди, которые работают в компании, были счастливы, больше денег зарабатывали, счастливые люди больше приносят денег счастливому собственнику, да, все вокруг счастливы становятся. Конечно, конечная цель любого бизнеса – это получение прибыли, но побочные цели, которые бизнес выполняет, а в том числе и социальная функция, когда дается людям работа. И вот если ваш руководитель не думает о людях, то нужно менять себе, вероятно, вместо вашей работы. Ваше задание к сегодняшнему дню – посмотрите, пожалуйста, калькулятор инфляции, посмотрите инфляцию за периоды, когда вы работали, какая она была, посмотрите, насколько росли ваши доходы в этот промежуток времени, вспомните, когда последний раз у вас было повышение и индексация вашей зарплаты, попробуйте просчитать хотя бы примерно и приблизительно вашу личную инфляцию, которая есть у вас конкретно, и попробуйте дополнительно подумать о росте вашего дохода и о том, какие у вас карьерные перспективы, чтобы в будущем наращивать ваши доходы в том числе. Надеюсь, что вам было полезно. Как всегда, прошу вас, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы вдруг на него не подписаны, и напишите в комментариях, что полезного вы узнали для себя в сегодняшнем уроке. Это действительно очень важно, потому что, если вы просто просмотрели видео, еще и параллельно занимаясь какими-то домашними делами, может быть, вы едете за рулем, то вы его посмотрели, сказали, да, да, Саша права, надо это все сделать, и пошли дальше ничего не делать. А я хочу, чтобы каждое видео, которое я выпускаю, для вас было максимально полезным, и давало вам реальные результаты. Поэтому не поленитесь, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие выводы вы для себя сделали, и что происходит вообще с ростом ваших доходов. Всем прекрасного дня, пока-пока!